Добро пожаловать в программу «Реальная экономика». Тема нашего выпуска – бедность и растущие риски расширения категории малоимущих. Статистика неумолима. Четверть граждан Большой Европы рискует однажды перейти грань, отделяющую нормальную жизнь от бедности. Мы поговорим с вами о том, кто входит в группу риска и почему. Мы также рассмотрим решения, которыми европейские руководители пытаются остановить бедность. Мы познакомимся с опытом Болгарии по обеспечению более стабильного и гармоничного будущего для детей. И, наконец, встретимся с директором сети Еврочайлд, которая ставит целью защитить европейских детей от нестабильности. В следующий раз, выйдя на улицу, посмотрите на окружающих вас людей другими глазами. Каждый четвертый прохожий по статистике рискует переступить черту бедности. Армия потенциальных бедняков огромна – 122 миллиона жителей Европы. Давайте разберемся, что именно мы подразумеваем под бедностью. Почти миллиард человек в мире живут как Хуан. Зарабатывают меньше двух долларов в день, а значит, реально рискуют завтра остаться без крови, еды, одежды, медицинских услуг. Такая жизненная ситуация называется на языке экономистов абсолютной бедностью. Марианна, Луис и Франк зарабатывают меньше той суммы, которая необходима для поддержания минимального качества жизни. Их ситуация описывается термином «относительная бедность». Марианна зарабатывает в половину меньше среднестатистической зарплаты в своей стране. Луис справляется с обязательными платежами, но любая непредвиденная ситуация, требующая финансовых вложений, выбивает его из колеи, а Франк перебивается случайными заработками. Все три героя таким образом балансируют на грани. Сегодня они могут себе позволить дешевое жилье и одежду, а завтра? Одна из задач, сформулированных европейскими лидерами к 2020 году, вывести 20 миллионов европейцев из зоны риска. Давайте посмотрим на цифры. По итогам прошлого года в Европе выросло количество входящих в группу риска, к примеру, тех, кто не имеет работы. А те, кто жил в абсолютной нищете, не имея ничего, немного улучшили свои позиции, благодаря в том числе и помощи европейских фондов. В репортаже нашего журналиста Моники Пина мы подробнее рассмотрим, как в пучину нищеты скатываются те, кто и раньше жил нелегко. Таких, как героиня нашего следующего репортажа в Европе, миллионы. Четверть женщин, живущих в Евросоюзе, входят в группу риска по материальному положению. Им грозит не только бедность, но и социальная изоляция. Доминик живет в пригороде Парижа. В течение 18 лет она работала, в том числе и директором Дома культуры. Затем потеряла место. Такой сценарий типичен для половины всех безработных европейских женщин. Я 4 года жила на 500 евро в месяц. Это пособие по безработице. У меня есть крыша над головой. За аренду 16-метровой квартирки я плачу 550 евро в месяц. Меня компенсируют из этой суммы 300. Ну и вот после внесения обязательных платежей мне остается на жизнь порядка евро в день. Доминик в конце концов нашла работу. Она устроилась поваром в один из гастрономов для малоимущих. Он находится под патронатом благотворительной ассоциации «Аврора». У гастронома на балансе без малого 400 семей. Их члены могут получать здесь еду, товары с большой скидкой. Через наш магазин прошли примерно тысячи человек и более половины женщины. 20% наших клиентов работающие люди. Они получают так мало, что едва сводят концы с концами. На фоне кризиса им стало еще тяжелее. Умерла надежда хоть как-то улучшить свое существование. Благодаря временному контракту Доминик зарабатывает 800 евро, что на 20% меньше прожиточного минимума во Франции. В похожей ситуации в этой стране сегодня более 8 миллионов человек, свыше половины – женщины. На национальном уровне это составляет 14 с лишним процентов всех француженок. На европейском уровне статистика шокирует 45 миллионов женщин, которым грозит бедность. Последние статистические данные в Европе показывают, что без малого 7% населения ЕС заработали за год меньше прожиточного минимума. Данные варьируются от страны к стране. Например, в Румынии черта бедности определена на уровне 103 евро ежемесячно. В Люксембурге это 1600 евро в месяц. В Италии – 786. Но почти неизменными остаются расходы на социальную защиту. Только Франция тратит почти четверть своего ВВП на помощь бедным. В среднем же по ЕС это менее 20%. К нам присоединяется Джанна Хейнсворд, генеральный секретарь сети Евро-Чайлд, объединяющая организации спонсоров, которые занимаются поддержкой детей и молодежи в Европе. Когда речь идет о бедности, женщины наиболее уязвимы. Как вы объясните это? Да, в Европе сегодня существует огромное гендерное неравенство. И речь идет не только о том, что женщинам сложнее найти место на рынке труда, и зарабатывают они меньше. В обществе необходимо соблюдать принципы равных возможностей, не только применительно к работе, но во всем. Женщины по определению более уязвимы. Им часто приходится с рождением детей прерывать работу. И еще они больше мужчин, обременены домашними делами и заботами. И это тоже ограничивает их возможности. На решение этой проблемы из европейских фондов тратится примерно 20%. Почему мы не видим более эффективных результатов? Я думаю, на деле нам нужно гораздо больше, чем помощь из фондов. Речь идет скорее об изменении взглядов и подходов. Приходится начинать почти с нуля. Конечно же, ЕС играет очень важную роль, причем не только с точки зрения финансирования, но и в плане внесения соответствующих изменений в законодательство. Замечу, что поправки не всегда играют на руку уязвимым слоям населения. Есть, к примеру, антикризисные законы, предполагающие усиление экономии. Так вот, с ними бедным труднее. Точечная помощь бедным уже не является приоритетом. Если мы хотим обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, надо заботиться о равенстве между женщинами и мужчинами. В обществе существует миф о ленивых людях, которые не хотят работать. Это не так. Часто этим ленивым людям просто не удается удержаться на работе, потому что им приходится ухаживать за пожилыми родственниками, сидеть с детьми, или сложно добираться до работы и завозить детей в школу. Бедность тяжела для взрослых, для детей она вдвойне тяжела. Они становятся заложниками в ситуациях, когда их родители не могут найти работу, а власти не помогают. Наш корреспондент попыталась узнать, что нужно сделать, чтобы дети стали в будущем продуктивным двигателем экономического роста. Симон выплескивает свои эмоции на бумагу. Таким образом, этому 13-летнему жителю Софии жизнь кажется менее мрачной. Раньше все мы жили в одной комнате, все члены семьи. Там было очень влажно, холодно, полно насекомых. Хорошо, что мы переехали. Сейчас мне уже лучше. Причин, по которым Симон не чувствует себя защищенно много. Главные из них – финансовые трудности родителей. Справиться с ситуацией, адаптироваться к снизившемуся уровню жизни, мальчику помогают социальные работники Ассоциации САПИ из Национальной сети помощи детям. Правительство должно поддерживать наши организации, социальные структуры, чтобы мы, в свою очередь, помогали детям и бедным семьям. Нужен комплексный подход. Все профильные отрасли должны объединить усилия – и образование, и здравоохранение, и социальный сектор. Половина населения Болгарии живет на грани бедности. Рост малоимущих непрерывно фиксируется с 2008-го. Снижение риска безработицы для родителей плюс финансовая и социальная помощь – вот факторы благополучия детей. Я бы назвал две причины бедности детей. Во-первых, трудности в семье. А во-вторых, дисфункция общества, слабость социальной системы. Для начала нужно предотвратить дальнейшее усугубление финансовых проблем родителей. Этим занимается, в частности, альянс в поддержку детей и молодежи. Эта неправительственная организация обеспечивает материальную и психологическую помощь родителям и детям из нуждающихся семей. Но для решения проблемы их усилий недостаточно. В Европе более четверти детей подвержены риску обнищения и социальной изоляции. Речь идет о 26 миллионах детей. Может ли Европа позволить себе потерять поколение? Европа теряет граждан, которые могут внести свой вклад в экономику. Проблемы бедных еще и в наследственности. Проблемы переходят от старших к младшим. Сегодня мы видим, что ситуация в Европе ухудшается. Пора принимать действенные меры, утверждать проекты и находить финансирование. Евросоюз обещает 25 миллиардов евро в рамках программы выполнения целей 20-летия. С нами снова Джанна Хейнсворт. О чем свидетельствует тот факт, что в нашем обществе в бедности живет больше детей, чем взрослых? Больше всего бедных детей среди тех, чьи родители не имеют работы. Но немало детей остаются бедными и с работающими взрослыми. В Великобритании, например, содержание ребенка может стоить треть семейного бюджета. А если детей несколько, при этом семье нужно платить за жилье, еду и так далее. Естественно, в такой ситуации крайне сложно свести концы с концами. Если ситуация не изменится, мы рискуем потерять поколение или даже не одно? Речь идет о срочной необходимости инвестировать. Результаты отложенных средств мы увидим лишь через 20 лет. Мы знаем, что политиков выбирают только на пять, а цикл требует долгосрочного видения. Если мы сейчас не найдем средств, то последствия будут ощутимы не только в этом, но и в последующих поколениях. И как же быть? Есть вариант проведения политики, сосредоточенной на детях и пожилых людях. Почему? Потому что дети, семьи нередко зависят от пожилых людей, от их помощи, поддержки и даже финансов. Нужно сосредоточить внимание на обществе и его проблемах в целом. Да, разумеется, здесь необходимы политические решения, но подход должен быть комплексным, с учетом потребностей конкретной общественной группы. Как решать проблему на короткой и долгосрочной дистанциях? Согласитесь, неправильно, что 26 миллионов детей в Европе живут в бедности. Нужно определить приоритетные задачи по уменьшению уровня бедности. Финансовая поддержка важна, но не менее важна обеспечить возможность выйти из замкнутого круга, дать ребятам перспективу, доступ к хорошему жилью, услугам здравоохранения, досугу, спорту. Нужно создать такое общество, где дети могли бы расти и цвести. Джана, спасибо за ваши ответы. Спасибо также всем, кто нас смотрел. Редактор субтитров А.Семкин